и снова всем привет на канале олег нестеров брест сегодня у нас снова погода уже весенняя все тает настроение хорошее несмотря на то что солнышко немножко спряталась и сегодня мы немножко поговорим тут задавали мне вопросы народ немножко путается насчет просадочки то есть затрем немножко то что мы вчера нитрой заделали да и поговорим еще надеюсь раскрою какую-то тему но с утра как всегда анекдот анекдот такой приходит индеец паспортный стол и говорит вы знаете я хочу поменять себе имя ну в чем дело уйду она у меня ну такое длинное ну а какое у вас имя большой горный орел падающий с высоты небес ну да действительно длинно но вы какое хотите плюх такой анекдот ну а мы приступим к теме дня и так доставка пошла ну вчера вот так вот мы зафигачили шпаклевочки как бы крыша уже ровная но там еще есть вот такие вот если видите коцки да то есть их мы не стали заделывать не стали париться над ними тут одна их мы заделали вот тут вот об аккурате мы тоже сейчас мы будем аккурачивать чем хорошо тем что уже вам на мозги не действует то что не видно ни конца ни края работы да и то есть уже как будто маленький там коцки поделать это тоже как бы психологически не так давит сегодня я хотел поговорить вчера вот вопрос такой был считаю серьезный у меня спросил молодой человек спросил такой вопрос говорит олег у меня друг нашел себе такой грунт который не дает просадки вообще вот что за грунт подскажи мне такой да то есть я ему ответил что друг тебя наколол почему я так ответил потому что если грунт не имеет просадки это плохой грунт почему объясню потому что когда мы работаем шпаклевочкой да мы работаем крупными шкурками потом мелкими и когда шпаклевочка уже усыхается вроде бы мы затерли все она у нас гладенькая но со временем то есть до момента подсыхания шпаклевочка просаживается то есть появляются вот эти вот рисочки то есть рисовать не буду там сами понимаете допустим вот такие вот риски до появляются и то есть мы их залили но со временем если грунт у вас хороший грунт начинает в эти риски заливаться то есть он заполняет эти риски он называется наполняющий он заливает эти риски и потом мы когда уже наносим проявочный слой мы вот это что у нас осталось сверху рисок да мы снимаем и получается мы оставляем тот грунт который у нас попал в риски и в какие-то то есть рассадка грунта нужно обязательно если грунт хорошо просаживается быстро да это и есть вот хорошо то есть он попадет в риски потом мы это все вытрем и будет у нас уже ровно уже просадочки у нас не будет видеть ну и хотелось бы передать привет сергею чупин поселок тополёвый привет тебя серёга огромный он знает почему я передаю ну и и еще раз немножко может развеет сомнения может быть ну расскажу как я думаю как я пользуюсь да многие говорят вот таким лучше пользоваться грунтом реактивным или эпоксидным да как бы у каждого грунта свои назначения то есть реактивный грунт реакция происходит реактивный грунт убирают фосфатирующий там по-разному называется кто как называет кислотный он убирает остатки ржавчины то есть вот вы вычислили металл да подготовили его для работы подготовили его для работы вычислили и получается что когда вы его чистили в небольших каких-то порах у вас осталась ржавчина которую вы не можете вычистить да то есть от нее вы как избавляетесь либо цинкарем то есть протравили цинкарем вычистили не хватило еще раз протравили вычистили да либо наносите реактивный грунт но тут какая ситуация многие думают вот я реактивным грунтом прошел почему у меня снова гниют реактивный грунт не спасение то есть реактивный грунт вас спасет в том случае если вы все хорошо вычистите и вас останутся маленькие рыженькие пятенки которые вы не смогли вычистить да вы пройдете им протравите вот он у вас просохнет и тогда он дал как бы разъезд эту ржавчину предотвратить но на реактивный грунт не стоит не красить не ложить шпаклевки то есть реактивный грунт стоит перекрыть эпоксидным грунтом немножко тут уборка у нас идет я отвлекаюсь и то есть ну после того как вы эпоксидный грунт нанесли желательно когда он уже подсохнет набить на нем рисочку хотя бы 240 ну или 180-240 для дальнейшей работы с ним то есть накладывание шпаклевки и дальнейшей работы то есть на эпоксидных тоже можно красить многие говорят нельзя красить на эпоксидных можно можно даже мокрое по мокрому красить ну и третий грунт нас является наполняющим наполняющим это у нас вот идет четыре к одному пять к одному там неважно какая фирма то есть наполняющий вот и идет для того чтобы убрать какие-то косяки убрать какие-то риски до мелкие неровности и уже сверху его мы красить то есть если эпоксидный грунт вы можете вот деталь допустим покрыли да вот металл закрыли эпоксидным грунтом и таким грунтом можно оставить деталь на какое-то время не шпаклюя не производят с нее каких-то работ фоксидный грунт хорошо защитит от влаги хорошо защитит от воздуха что способствует ржавению да то есть такая деталь у вас может загрунтованной проходить и многие спрашивают можно ли машине ходить на ну загрунту вот мы загрунтовали но сейчас пока делать не будем то есть можно ли так сделать так делать не стоит если машина тем более у вас на у нас или вы выезжаете на ней так делать не стоит потому что все-таки наполняющие гринфли вот как я показал вот эти вот акриловые они впитывают в лапу дальше пойдут на шпаклевку или на металл несмотря что у вас под этим грунтом то есть и напитают потом она естественно все это будет разрушаться если вы уже акриловым грунтом залили то нужно красить то есть когда вы его замоете нужно красить машина может постоять грунтом если у у вас такой гараж и она стоит просто в гараже тогда она может постоять то есть на улице выгонять во влажном гараже держать не стоит еще такой вот вопросик был человек говорит олег зачем столько много шпаклевок если я пользуюсь одной финишкой все у меня получается не спорю может быть какое-то время то оно и держится но в основном это я уже рассказывал для чего идет стекловолоконные шпаклевки она имеет такую крепкую структуру да она немножко эластичная то есть вот ее обычно я ложу на первые слои на то есть закладываю до первые слои а потом уже второй слой я ложу универсалкой то есть уже начинаю выравнивать и финишку я ложу уже когда мне надо вот иметь мелкие царапинки порой заделать то есть но это самый оптимальный вариант лучше у вас получается вы можете попробовать конечно не стоит лучше пользоваться тремя шпаклевками то есть это нормальный вариант по пластику вот этим микрофюбером по пластику я тоже работаю она имеет свою эластичность как бы я уже давно самой шпаклевка по пластику вот эти черные я не пользуюсь уже как бы давно я не скажу что она совсем там плохая но мне как бы больше нравится стекловолокно и как показались и себе я делал там бампер по второму кругу бил то место где у меня было зашпаклевать ну не знаю вот основные два вопроса которые задавали такие да на них нужно было ответить то есть это видео я помещу наверно в обзор то есть наверное это все-таки обзорная такая тема ответы на вопросы я наверно уже не буду папку делать там и так папок много скоро уже путаться будет да ну и хочу вот не знаю может завтра может послезавтра поедут если там баба зоя нормальная нормально себя чувствует болеть ничего то может быть баба зоя какую-нибудь песню споет если кто знает у нас братом поет снова вас да 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 сегодня короче получилось пока у нас сегодня особой работы нету сегодня у нас хоз день вот как бы перерывы решил вам дать какую-то информацию аудюхой мы наверно уже займемся после выходных как бы замоем грунт там надо нам лонжерончик еще переварить не знаю буду снимать не буду про лонжерон там ничего такого интересного наверно не будет найдем еще темы найдем до крина до дальней же мысли много то есть обзорчик наверное на выходных может снимем по полуавтоматам по проволоки порошковой такой проволоки по мелкому по ремонту автоматам по сварочке ну а на сегодня все я думаю все таки какую-то информацию все равно я вам дал да ждем всех на слете как на слет записаться подать заявочку и посмотреть программку слета с 5 по 9 августа смотрите вот здесь подавайте заявочку программа слета там тоже написано ну а на сегодня я с вами прощаюсь следующее видео не заставить себя долго ждать ну а на пасашок анекдот анекдот такой ну все знают да есть люди жаворонки есть совы жаворонки кто рано встает совы которые ночью не спят да днем спят ночью не спят ну и ученые подтвердили что жаворонки едят намного меньше часов естественно когда жаворонки утром встают и открывают холодильник становится понятно что совы уже все сожрали такой анекдот ну желаю всем здоровья удачи хорошего и бодрого настроения скоро лето весна всем здоровичка крепкого добра и бабла правильно удачи а